Доброе утро! Сегодня пятница, а значит последний день короткой рабочей недели. В студии Татьяна Динера, Василий Морозов. Здравствуйте! 8 мая одна из самых памятных дат в истории Великой Победы. В этот день, ровно 70 лет назад, закончилась война. Фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Это стало итогом берлинской операции. Битва обошлась дорого советским войскам. На полях сражений пало более 300 тысяч красноармейцев. И буквально через несколько часов Барнаул почтит память погибших минутой молчания. Это станет одним из ключевых мероприятий митинга-концерта под названием «Вспомнить всех поименно». Площадкой для его проведения станет традиционно Площадь Победы у Мемориала Славы. На торжественную церемонию приглашены ветераны Великой Отечественной и труженики тыла. Также в ней примут участие представители власти, курсанты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, актеры молодежного театра. Здесь будут читать стихи, письма с фронта, исполнять песни военных лет. Начнется митинг-концерт в 10 часов с церемонии возложения цветов. Сегодня весь Рубцовск запоет. Хоровое общество города готовит грандиозное шоу в честь празднования Великой Победы. По задумке организаторов, песни военных лет будут исполнять не только профессионалы, но и все желающие. Наша съемочная группа побывала на репетиции и узнала, что ждет рубцовчан. Это не просто урок хорового пения. Это уже финальная репетиция одного из участников праздничной программы, цель которой собрать на одной площадке все поющие коллективы города. По предварительным подсчетам организаторов, около 500 участников должны исполнить всем известные композиции о минувшей войне. Просто зрители, которые будут находиться на площади, которые придут нас послушать, также могут встать вместе с нами и также пропеть все эти песни. Идея создать в Рубцовске грандиозное хоровое шоу родилась не в одночасье. Руководитель муниципального хора Валентина Мысникова почти 35 лет вынашивала этот проект в своей голове. И лишь в этом году Управление культуры, спорта и молодежной политики поддержало его. Это будет как в джазе называют сейшн, когда импровизируют все музыканты вместе. А это будет вот такой хоровой собор, когда все будут петь в удовольствие. Хоровой собор обещает быть самым масштабным певчужским мероприятием в истории города. Организаторы гарантируют мощный эмоциональный заряд, который они подарят с помощью военных композиций. Екатерина Медведева, Геннадий Лабзин. Наши новости. Масштабные репетиции к празднованию 70-летия Великой Победы идут и в Краевой столице. В этом году, 11 мая, пройдет самая большая в истории Барнаула реконструкция боевых действий, посвященных взятию Рейхстага. Воспроизведение культового события мировой истории проходит ежедневно на площади Сахарова. В реконструкции задействовано 270 человек. Это студенты, волонтеры, участники военно-патриотических клубов. Костюмы для актеров уже почти готовы. Однако, чтобы детально восстановить события и создать полный образ советского солдата, участники реконструкции за несколько месяцев начали искать настоящие аксессуары тех времен. Ремни, пилотки, фляги и шевроны. Реконструкцию исторического события можно будет увидеть на площади Сахарова 11 мая в 20 часов, сразу после выступления президентского оркестра. Тема очень патриотичная и в городе у нас нашлось. То есть вот эти 300 человек, которые готовы по собственному желанию тратить свое время для того, чтобы сделать восстановление событий последнего боя Великой Отечественной войны. К 70-летию Великой Победы Алтайский край получил подарки от президента Владимира Путина. Это памятные наборы миниатюрных копий орденов и медалей, которыми награждали граждан СССР за трудовые и ратные подвиги. Наборы изготовлены Санкт-Петербургским монетным двором ограниченным числом и распределены по регионам страны. В Алтайском крае ценные экспонаты отдали двум музеям, как признательность за профессиональный ответственный труд, а также за трепетное отношение к теме Великой Отечественной войны. Мини-награды обрели прописку в Барнауле, в Краеведческом музее, и в Налобихе, в Школьном музее, который в народе известен как Музей солдата Алеши. Это действительно очень дорогой восторг, потому что за каждой наградой стоит действительно героизм наших земляков. Потому что это более 250 героев Советского Союза, более 300 героев, в целом, связаны с Атайским краем. Память о героических предках для потомков сохранят деревья. В Алтайском крае продолжается национальный проект «Лес Победы». Суть всероссийской акции – в память о каждом погибшем солдате посадить именное дерево. В Алтайском крае акция стартовала в конце апреля в Егорьевском районе. После Совету подхватили в Каменском и Шолоболихинском. Фронтовые напевы и казачьи песни слились в едином хоре. Посадка молодых сосен в Каменском районе – праздник. Для патриотической молодежи, ветеранов, войны, да и просто неравнодушных людей. Думаю, что 2-3 года такой работы, и у нас будет патриотически воспитанная молодежь. Горящую спичку в лесу теперь точно никто из них не кинет. Так егер Владимир Зырянов говорит о своих помощниках – учениках Крутишинской средней школы. Вместе с ними за 8 лет в районе он посадил несколько сотен тысяч деревьев. Восстановил даже довоенный лес. 9 мая в регионе должно появиться 300 тысяч новых деревьев на лесных участках, в городах и селах. Если будут именные деревья, и напоминать о фронтовиках, о родственниках, о тех людях, которые прожили этот период, страшный период в истории, ну это очень здорово. И в принципе это всегда напоминание о том, что так делать нельзя. Увековечить память предков и озеленить свой край – более чем достойное празднование Дня Победы. Михаил Ширин, Алексей Фризин. Наши новости. Стань заметнее на дороге. С таким призывом обратились сотрудники ГИБДД к пешеходам и призвали всех носить в темное время суток светоотражающие элементы. Чтобы показать их действия, в Алтайском крае устроили масштабный флэш-моб. Как он прошел в Барнауле, расскажет Галина Юмашева. Вот так танцуя, участники флэш-моба призывали пешеходов следить за собственной безопасностью. Они заранее обклеили одежду отражающими элементами, которые светились даже в сумерках. Этим флэш-мобом мы хотим показать, что световозвращающие элементы на одежде участников дорожного движения, пешеходов, велосипедистов в темное время суток гораздо обезопасят их на дороге. Денис уже 4 года считает себя городским велосипедистом. За это время хорошо изучил, куда лучше приклеить светоотражающие элементы. Лучше всего цеплять на руки, чтобы было видно со всех сторон, потому что мы постоянно ими машем куда-то, чтобы все равно отражалось. Но также можно какие-то на спину, чтобы сзади было видно. Потому что мы когда идем, сзади уже мы не видим, кто едет и что делает. Этот флэш-моб в основном был нацелен на детскую безопасность. Ведь в Алтайском крае в прошлом году под колеса автомобилей попали 218 малышей. А в этом уже больше ста. Но стать заметнее на дороге не будет лишним и взрослым. Галина Юмашева, Павел Лауронин. Наши новости. Клининговая компания «Чистый дом» получила награду за качество своей работы. Ее отметили золотой медалью и статуэткой международного конкурса «Гемма» в области товаров и услуг. Вот так выглядит география чистоты. Более тысячи подъездов во всех районах города обслуживает компания «Чистый дом». Мы всегда считали, что сарафанное радио есть высокая оценка качества, так как клиенты нами довольны и готовы нас рекомендовать. Еще пять лет назад компания начала настоящую генеральную уборку в системе обслуживания жилых домов. Помимо новостроек, которые были в распоряжении управляющих компаний, «Чистый дом» взялся из-за дома старого типа. Мы очень сильно довольны, потому что до этого сначала сами жители убирали. Мы заключили договор и я считаю, что не ошиблись в этой компании. Чтобы заключить договор с компанией «Чистый дом», можно обратиться по адресу город Барнаул, улица Северо-Западная, 29А, или позвонить по телефону 69 90 91. Хорошего вам завершения рабочей недели. До встречи в вечернем эфире. Редактор субтитров А.Семкин